Вам нужно найти что-то, что вас интересует, искренне интересует. То есть вы должны выбирать свою занятость, свое увлечение не по принципу, а что сейчас популярно, а что может дать много денег. Вы должны выбирать то, чем вы занимаетесь, свою профессию, свою страсть по принципу, а что у вас эту страсть разжигает внутри, что вы не можете не делать. Потому что если вы найдете такое увлечение, если вы найдете такую специальность, то вы никогда не будете работать. Не в смысле, что у вас не будет работы, а в смысле, что любая работа вам будет в кайф настолько, что она не будет ничем отличаться от отдыха. Тоже любопытно, я разговариваю там со своими коллегами по СМИ в либертарианской партии, и я вижу, как классные ребята хорошо работают. Но я вижу, что не всегда есть вот та же самая страсть, которая есть у меня, потому что я могу при необходимости там вкалывать с 6 утра до 4 ночи следующего дня, и мне будет в кайф, потому что я вижу, что что-то получается, значит, нужно додавить, нужно, значит, сделать это, 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 и меня просто прет. Других людей вокруг меня прет не настолько, и это всегда-всегда в 100% случаях бросается в глаза, чем отличаюсь я от них. На самом деле незначительно, это не я там лучше, чем они, это не они хуже, чем я, а просто я однозначно нашел свою нишу, от которой мне невозможно оторвать, мне настолько интересно, мне интересно вариться в информационном потоке, мне интересно следить и выводить на чистую воду журналистов, там, политиков, мне интересна политика по-настоящему. Мне не приходится себя мотивировать, чтобы ей заниматься, мне приходится мотивировать себя от нее хотя бы на секундочку оторваться. Зачастую бывает очень тяжело, да, даже банально там на поесть или сходить в кино. Вот вчера я первый раз за несколько недель сходил в кино, прямо выдернул себя из новостной повестки, это было тяжело, не пожалел, но мне усилия приходится прилагать в эту сторону, а не для того, чтобы чем-то заниматься. И вам нужно найти такую же страсть, что-то, что вы не можете не делать. Если вы ее найдете, то вопросы про мотивацию у вас просто отпадут сами собой. Просто это может быть что-то, о чем вы даже сейчас не подозреваете, и действительно страстью может стать что угодно. Ту же страсть, которую я испытываю к политике, к работе с новостной поездкой, к философии. Другие люди испытывают по отношению к компьютерным играм, другие люди испытывают по отношению к путешествиям, например. Я много критикую Илью Варламова, всегда задела. Илья Варламов использует свой недюжинный талант и свою высочайшего уровня рабочую этику во зло, что я ему ставлю грандиозный упрек, кому-то многое дано, с того многое спросится. Но, очевидно, человек прет. То, что человек делает, ему доставляет кайф. Он нашел свою нишу в путешествиях, в меньшей степени в урбанизме, но эту нишу нашел. Такую же нишу находят себе люди, которые занимаются кино, если вы послушаете. Тарантино – это человек, который просто не воспринимает работу как работа, она ему в кайф, он не может остановиться. Есть люди, которым в кайф заниматься наукой. Таких людей мы знаем очень много, математики могут сидеть. У меня там дед был ученым, и его просто нельзя было оторвать от работы. Он до последнего дня писал книги, у него вышло много-много книг, монографий научных. Я их не читал, я в этом ничего не понимаю, у меня совершенно другая специализация. Но его книги всегда стояли у меня на полке. И до последнего дня все, о чем он думал, ему было интересно. На Ютубе таких людей огромное количество людей, которые свои интересы, свои страсти превращают в профессию. И это люди наиболее счастливые в жизни. Это, еще раз повторяю, этой страстью может быть что угодно. Этой страстью может быть музыка, как у Моргенштерна. У Моргенштерна ни дня не работает, он кайфует просто от того, что он делает. И люди, видя этот кайф, не могут оторвать от него взор. С компьютерными играми та же самая история. Какие-нибудь каналы, то же самое PewDiePie превратил свое хобби в специальность. Если мы говорим о какой-то публичной деятельности, да, о менее публичной, я тоже сказал, есть там инженеры, которым в кайф сидеть над чертежами. Это настоящий успех, когда вы нашли что-то, что вы не воспринимаете как работу, из чего можно сделать смысл жизни. Вот мой вам совет в первую очередь такой.